итак приветствую сегодня рано утром решил задать себе классное настроение ну и провести финал 2-достоинных бритв это получается бритва отрюки сайта W2 производитель Kiko Bosch и бритва советская Royal Kindle C.EV HELL YEARSTARK то есть вот две такие бритвы обе бритвы с выборкой но как вы видите несколько разные так еще отличие вот это бритва легче чем вот это вот так достаточно полегче так это что касается бритв но сегодня к всему прочему у нас на самом деле самое что у меня есть классическое бритье без горячей воды в том плане что из крана не течет придется как в старину как в классике с кипяченой водичкой с горячей водичкой в мисочках в тазичках как раньше делали также у меня сегодня отключили горячей водой и об этом уже принципа так помогать мне сегодня будут в бритье как вы уже поняли решив на взема такой вот баночки стеклянный итальянский ну и почему-то после скажем так в крайнего бритья предыдущего я подумал что в финале в среду все 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 таки буду использовать тоже что у меня есть классику бритья то что мне нравится это было табак немецкая такой вот и пришивай автошейф флойд менталара слава бить будем без чаши пену на лице прямо и помогать не будет в этом тоже что у меня есть классика кабанчик от сенок 24 миллиметра так ну в принципе начнем уберем пришив и начнем на первое ремнило до камера я уже по ну скажем так лицо и тему тоже уже по мускам очень хорошо все получилось я если честно сомневался что кабанчик справиться с этим делом без чаши на лице ну как видите нормально ничего не поведает еще раз говорю что дошел до своей кондиции и минут так нанесли пену ну и начнем правая сторона руки сайта добавлю 2 все ему предстоит сложный выбор, я предчувствую, поэтому я немножко сконцентрирую на бретине, чтобы понять, что же все-таки позволит выглядеть то или на бритве. Но очень комфортное бритье, тут уже как бы не раз говорилось. Про эту бритву, так, правая сторона, первый проход пройден, Royal Kindle в швеции. Субтитры делал DimaTorzok Тоже безумно классно греет. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Тоже. Так. Чтоб почистить ее. Так. Японец почище. Японец почище. Но он потяжелее. Так. Второй проход. Так. Мне все-таки добирать чуть-чуть придется по музычкам. Мело. Ну это, в принципе, ожидаем. Изначально я так и планировал, что придется на каждый проход добирать мыла. Так. Образный приходит. Так. Итак. Продолжение следует... 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 Ну, очень мягко бреющий ритм, и просто в каком-то... Не знаю, что это единственное, мне бы хотелось, конечно, приобрести еще одно. Чтобы убедиться, так это или нет, что все шведы такие хороши. Время. 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 Продолжение следует... 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 Но отдаю предпочтение все-таки японцу рюки сайта, это не из-за формы, не из-за то, что он стоит там дешево, скажем так. Опять же, если вы проводите цена-качество, то победила бы вот эта бритва, но я такого сравнения не делаю, делаю акцент чисто на самом бритье. На своих ощущениях, и вот чуть-чуть с маленькой долей каких-то субъективных факторов, ну в принципе, как и в любом баттле из предыдущих было, побеждал та или иная модель. То есть, побеждает вот этот клиночек, но отдал бы предпочтение обеим на первое место при сравнении с другими. Ну это вот такой момент. Если говорить вообще о всем вот этом цикле баттлов, то я бы уже был, мог бы закончить на стадии, когда вот вышли в четверть финала бритвы. То есть, вот шесть бритв, которые у меня там были, шесть бритв, Дамаск, Француз, Фентенель Клин, что-то, англичанин, Вестенхольм Клин и Трудвача. Вот я бы на этом уже остановился, и нибудь я ему отдал первое место, по сути. Но так как мне было самое интересное, то довел это дело уже до самого конца, и вот вышло все вот так. Ну ребят, вот сейчас вот стою, просто классно, выбрит и все. Вот за таким ощущением, как бы, и приходишь в эту ванную комнату, и начинаешь бриться. Очень все классно, очень все чисто, кожа, бархат. Минтольчик немножко поиграл, сейчас успокоился, кожа тут чуть-чуть, такая прокладка, и умеется проклада небольшая. Вот, безумно классное бритье. Еще раз говорю, обею бритвы поставил на первое место, но пришлось вот так выбирать, по сути, из одного фактора. Эта бритва из-за своей тяжести чуть-чуть кажется острее, кажется, только лишь кажется, и проходит под носом чище. Хотя потом я ее этим как-то почистил. Ну и вот на обратном проходе, опять же, если говорить, когда в обратку идешь, то японцам проходишь, как бы, за один раз прочищаешь, ну, счищаешь, как бы, сбереваешь щетину. Но здесь же приходится подрабатывать еще, что не совсем до конца чисто. Тоже такой собективный фактор не вышел. Ну, опять же, вот, все упирается в тяжесть бритвы. Все, только в это. Одним словом, этот цикл закончился. И что могу сказать. Опять же, вот я сейчас упоминал вам Ивана. Он мне, наверное, на неделе списался со мной. Предложил обменяться бритвами. Вот он купил там несколько бритв у Андрея Торцюка из «Воранжик». Все его, наверное, знают, заточник. Ну и продает бритвы. Вот. Он говорит, что хотел бы одну из бритв моих. Бритва Судзуки, кто, может быть, видел. Он на мне проиграл там в баттле тоже японцы. Ну, я говорю, что все бритвы у меня, которые у меня, все, в принципе, достойны. Там есть, ну, два-три экземпляра, которые, как бы, ну, явно проигрывают. В частности, вот, первая моя бритва. Ну, и то она проигрывает, как чисто другим бритвам. Если вот ее и одной бриться, под настроение очень классно. Вот. Это я говорю про стеза. «Спартак». Моя первая бритва тоже, кстати, от Андрея Торцюка. Ну, такой, вернусь к этой истории. И Иван мне написал, говорит, хочу либо купить, либо поменяться на бритву, на другую. И он предложил выкупить там бритву Андрея Торцюка. И мне ее послать новую бритву. В состоянии «Нойс». «Нос». Ну, как «Нос». «Нос». Ну, короче, непользованная. Вот. Японская для барберских целей. Бритва у них. Вот я ему дал свою сузуки. То есть я ему уже отослал. И, как бы, эта бритва идет ко мне уже. От Андрея Торцюка. С его заточкой. И вот, я думаю, следующее бритву уже проведу ей. Посмотрю, что за бритва. Бритва широкенькая. Семь восьмых. Тоже классическая, двухзаконная модель. Вот. Ну, и в дальнейшем, наверное, сравню ее все-таки. Побреюсь, начало я не погоняю. И сравню, наверное, вот с этими японсами. Чтобы понять, хорошая, как она хороша по сравнению с этим клинком. Вот. Ну, и вот, как бы так. Такие анонсы. На это все. Ну, а по всему остальному, по косметике, я хочу сказать, что все отработало, как всегда, супер. и даже кабанчик сегодня не подвел. Изначально, да, я набрал. Ну, в принципе, я и так и планировал, что буду добирать чуть-чуть на каждый проход. В принципе, у меня хватило одного добора. И то. Сами видели, там, три-четыре раза. Пять. Пять кругов сделан по баночке, и все пошло. Работать дальше. Ну, все. Цикл закончился. Победили японцы. Японец. Рюки Сайта. Ну, это ожидаемо, в принципе, для многих, кто пользовался японцами, кто знает, кому нравится такой рез. Ну, это лишь моя, скажем так, мое субъективное мнение, мои предпочтения бритвы, те же самые бритвы у другого человека могут совсем по-другому выстроиться, скажем так, по местам, вот, потому что все предпочтения разные. Кому-то нравится сухой рез, он немецкий бритв, там, кому-то нравится резкий японский, кому-то мягкий, чопорный, бархатный рез англичан, вот, поэтому, как-то так. всем удачи, увидимся на канале, пока-пока, с победой!